друзья всем привет у меня выдалась свободная минутка я решила открыть москитную сетку вынуть и посмотреть на свои суккулентики я на них сегодня уже любовалась с утра некоторые полила потому что вот были дожди затяжные дожди холодно и это даже если сказать дожди это мягко сказано был у нас и снег мокрый и град я постараюсь вот в это видео вставить кусочек небольшого видео когда я на москит москитной сеткой прикрывала растения потому что я не успела со второго окна занести их в комнату у это было ужасно и стресс получил и растений но наверное я больше чем растения потому что у меня прям вообще наверное я посидела за это время наверное но еще в два раза вот так что я накрывала вот это окно я накрывала пленкой успела но здесь проще накрыть пленкой потому что здесь проще вытянуться и дотянуться а та полка которая на зальнем окне там она намного длиннее и там проблематично вообще эту пленку натянуть и но это очень сложно и вот не получается у меня на том окне и поэтому на том окне я приспособилась растение поставила в ящики пластмассовые и как бы в ящиках уже проще занести быстрее это дело получается то по одному горшочку а то прям хоп весь ящик 20 горшков сразу и и вот мы сейчас с растюшками переживаем не лучшие времена но для растений конечно же это ужасный стресс во-первых сильные холода днем 10 11 максимум а ночью 2 градуса у нас даже был один день когда у людей мороз побил рассаду я это услышала когда я кинулась вообще каждое растение свое проверять но я на втором этаже живу и поэтому наверное мороз не дошел а вот на почве многих мороз побил картошку рассаду с помидорами уже которая высажена в грунт вот так что для растений сейчас конечно времена тяжелые ну не знаю вот мы боремся конечно с этим пытаемся мы как-то удержаться на плаву ну ошибки к не ну не ошибки они удачи конечно есть вчера я пересаживала несколько растений и к своему ужасу я прям чуть ли не плакала вот честно думаю ну лучше бы 10 других даже лучше бы 20 других чем она я ее так любила я абсолютно не переживала когда у меня погибла лаву но не знаю я как-то нот не испытываю clau такую прям такой любви и такого прям восхищения как испытывает другие ну красивое растение да они спорю красивое нежное растение мощный налет очень трудно его вот это растение в таком впервозданном виде сохранить но у меня это не получается потому что у меня плотность растения вот точно такая же как сейчас на улице точно такая же как на полках то есть растение настолько плотно друг другу стоят и некоторые которые разрастаются закрывают своей листвой другие вот смотрите барон болт он вообще ему по ходу холода и не страшны и это ему даже на пользу вот он я когда то два месяца назад наверное снимала видео про эхиверии и вот youtube картинки заставки на видео делает сам я не знаю там по какому принципу получаются эти картинки но вот у меня видео про рассказ эхиверий получился получилось на заставке картинка с барон болтом с вот этим и вот можно сравнить какие были там бородавки и какие сейчас они очень мощные какие лезут жирные листы то есть ему все нипочем ему как говорится по барабану вот эта погода вот эти вот погодные условия ну а другие растения конечно хуже с этим справляются многие теряют окрас многие становятся бледными вот здесь это эхиверия рубидона здесь прям сразу видно что сейчас нехватка света то есть растение не тянется света как бы достаточно но от того что нет солнечных лучей и этому растению для окраски недостаточно вот того сейчас освещение которое есть заметно сразу что листья позеленели но тянуться на конечно не будет я сегодня проверила листики у них у всех мягкие но сегодня ночью как бы обещают градусов 10 это уже не два поэтому я рискнула их сегодня полить а то они у меня прям стоят вообще уши все попустили у некоторых растений вообще пропадает окрас вот эхиверия эстер гибрид полидонис она была намного ярче до вот этих холодов до дождей у нее окантовка красная была уже прям наверное на третью часть листа распространена ну пожалуйста снимаю видео вот она явилась белка это мои цветы уйди отсюда нет это наши общие цветы вот и знаете еще что хотела показать тоже не знаю сейчас возьму горшок в руки если дотянусь солнце сейчас практически нет днем чуть-чуть посветит но и опять она прикрывается облаками и не слишком она яркая и вот я в этот период решила приучить свою эхиверию afterglow к солнцу потому что она у меня капризули такая долго долго укоренялась у нас с ней дружба началась в августе прошлого года верней знакомство началось мое с ней в августе прошлого года но вот она на но она у меня долго не принималась она пришла на длинные-длинные ноги коряги нога это была старая не укоренялась в общем не буду рассказывать что там я какие они манипуляции с ней производила несколько раз она у меня пыталась загнить я юреме реанимировала в общем в этом году она у меня хорошо принялась укоренилась начала расти думаю сейчас я ее приучу к улице пока нет таких сильных солнечных лучей сейчас я и приучу к улице и вот я ее выставила позавчера нет не 2 назад на и наверное я ее выставила на солнце и на следующий день обнаружила вот такую красоту смотрите это солнечные ожоги на листьях то есть вот структура этого листа на очень тонкая если допустим сгорит огавоидная хиверия на солнце ну вот такая как допустим вот это хиверия эбони то у нее просто на краю листа то есть но не на краю а вообще в центре листа там но лист будет поражен солнцем и будет это выглядеть как черная такая ну как черная обгорелая вмятина но так как лист толстый вот смотрите даже на камеру видно что лист очень толстый то есть там тканей очень много влаги очень много и солнечный луч не в состоянии его прожечь насквозь здесь же другая картина здесь очень тонкие листья и солнечный луч буквально за пару часов пока светило солнце прожег эти листья насквозь но я ведь все равно не стала убирать то есть вот эти листья которые поразились солнцем они вот так и остались а те молоденькие вот которые вы видите дальше в в центре розетки они вроде нормальные ну вот оставлю ее будь что будет она конечно обрастет там за месяц вот эти вот листья подрастут они закроют вот эти обожженные то есть внешний вид ее так визуально восстановится ну и потом со временем все равно эти нижние листья отомрут то есть розетка это не погибнет ну просто вот такая небольшая неприятность видно также что многие хиверии вообще хиверии многие и вообще все суккуленты они закрывают свои розетки под воздействием холодов и под воздействием солнечных лучей то есть чем больше света и чем больше холода тем розетки больше сжимаются в колобочек вот видно что они вот так вот все сейчас сомкнулись но некоторые розетки наоборот раскрываются от солнца то есть от холода и из колобка превращаются наоборот в такую распростертую розетку то петухи орут то куры какой-то ужас теперь коты я не вижу там котов может быть в камере будет слышно какие-то тут два кота подо мной внизу выясняют отношения вот то что я говорила видите розетка она была как колобочек вот это а сейчас она раскидывает листики свои и листья эти становятся больше ну то есть вот холод он воздействует на каждое растение по-своему вот эти растения мы не знаю дотянусь или нет вот сейчас вот дотянусь наверно вот это эхиверия агавоидная гибрид трех эхиверий вот она сейчас тоже смотрите центр ее розетки листья стали мощнее но зеленей вот самый вот если присмотреться центр розетки то листья у нее видно что центральный начинают расти крупнее но цвета нет также вот самом краю тоже вот зеленоватая сейчас это эхиверия мира она весной даже под лампами было почти что ярко-красный такой это гибрид полидонис очень интересное растение но сейчас под воздействием холода она совершенно потеряла свой окрас вообще стала зеленая и вообще похоже даже больше на гавуидную чем на гибрид полидониса вот побежал который орал кидает нам этих кошек просто замучили от этого бедного кота кинули что-то у него с хвостом хвост этот у него он как плеть мотается медненький жалко их так всех вот эхиверия pink tips то же самое она была как но поярче она конечно недавно только укореняется может быть полтора месяца как она только с корнями но сейчас видно что она просто такая бледненькая прям совсем грустненькая должна на быть ну-ка белку бери морду должна на быть приблизительно вот такой вот да уйди же ты ты белка это моя линейка вот чихуахуэнсис да белка ну вот что меня радует вот многим корейцам я считаю на пользу такие условия потому что вот недавно посаженной хиверия пинки ну не знаю меньше месяца на наверно у меня сидит она принялась и сейчас хорошо наращивает листики у нее мощный налет на камеру она не такая не очень красивая а вот если приглядеться поближе не знаю сейчас я вы на ее нет они до такой степени меня плотно стоят что просто у него невозможно даже вытащить вот смотрите центр розетки начинает наращивать плотный налет все с ней хорошо листики у нее приподняты прям красотулька вообще очень мне нравится этот сорт я думаю девочкам которые их покупали тоже им нравится потому что действительно растение симпатичное нежное милое также вот эхиверия тинбургер тоже наращивает листики не страшен ей не холод смотрите дождь в розетку лил попадал и все равно вот у нее центральная часть сиреневатая налетик там замечательно смотрится и эхиверия деби грабтоверия вернее грабтоверия деби конечно побледнела на ярком солнце она прям такая розовая как поросенок красивая сейчас не то рядом вот эхиверия зарагоза вайт форм тоже такой миленький колобочек получается из нее журилась она от холода а смотрите как красиво окрасился пахи фитум ганджи будто варигатный да вообще я посмотрела вот недавно обратила внимание ну так интересно окрасился будто специально кто-то кисточкой вырисовывал главное по частям кончики вот листики если рассмотреть вот этот вот крайний кончики розовые дальше какой-то серо голубоватый цвет перехода такие ну вообще прям но очень интересное растение вот грабтоверия титу банс вот как слоновая цвет слоновой кости варигатная вот она и под лампами такая и на холоде такая и на солнце такая то есть она свой внешний вид не меняет красивая очень вот такая одна будет следующей корейской закупки 1 титу банс это вот укореняется джульетта еще без корней просто сидит очень мне нравится как окрашивается не он брейкинс брейкерс вот малышарик смотрите маленький и какие у него насыщенные краски на камеру все равно не так как в живую необыкновенный такой интересный малышок а вот это эхиверия это эхиверия симуланс варигата вот в прошлом году она была не знаю что вот будет с ней дальше когда будет палящее солнце но все равно вот таких красок в прошлом году с ней у нее не было я это сопоставила и пришла к выводу что это вот эти вот краски вот эти розоватые кончики красноватые это результат того что растение не пересажена и что в почве мало микроэлементов то есть как я вот тоже рассказывала своем видео про подкормку растений растения также вот меняют на начинают менять цветовые оттенки когда им не хватает не только когда вот стресс там холод солнце палящее перепад температуры но и тогда когда не хватает в почве микроэлементов вот я думаю что вот с этим растением вот эти покрасневшие кончики листьев это результат того что растение не пересажено то есть его либо нужно подкормить потому что вот сначала она так себя проявила потом она начнет хереть то есть начнет хуже расти начнет видоизменяться форма листьев может вытягиваться утончаться поэтому вот чтобы этого избежать нужно ее либо пересадить но куда я пересажу вот у нее 7 сантиметров горшок но это опять ее нужно в девятку по идее вот эту тоже нужно уже в девятку вот эту вообще нужно уже в 12 сантиметров сажать потому что раскид листьев большой вот красоту вунту я вообще отставила потому что я постоянно открываю форт москитную сетку и постоянно задеваю вот эти ее размашистые листья это мехивери мексикан джан очень красивая я ее вообще обожаю но она конечно огромная большая я не знаю сколько мне сантиметров наверное уже 12 наверное горшок 7 сантиметров ну да и тут где-то по 5 если на каждый лист раскидывать сантиметров 12 вот их всех желательно бы пересадить и дать им хорошие условия у меня наверное принцип другой лучше больше да меньше то есть лучше больше горшков но меньше размер ну конечно суккуленты они раскрываются в полном объеме видно их красоту только тогда когда они посажены и растут нормально то есть нет преград для их развития то есть чем больше суккулент тем больше видно красота розетки красота окраса ну в маленьких конечно объемах тоже неплохие розеточки и так они компактно смотрятся но все равно когда большая эхиверия как моя моя мама сказала я говорю мам вот смотри красивые эхиверия я абсолютно по барабану все мои суккуленты я и задала вопрос мам красивые эхиверия на посмотрела говорит ну было по на побольше ну совсем ведь не видно ну вот вот из этого принципа но она в принципе права чем больше суккулент чем больше вот розетка данного вида тем конечно же она красивей потому что красота именно любого суккулента раскрывается в размере хотела показать вам вот эту эхиверию смотрите как интересно по кругу даже не по кругу по спирали растут на этой эхиверии детки ну вот не могу сфокусироваться сейчас попробую что ж такое то вот смотрите приблизила вот видите детки к верху к верху по спирали я эту мадам вчера пересаживала я посмотрела но может быть неделю назад я их чуть-чуть поливала вчера проверила смотрю у нее листья мягкие и опущенные вниз вот она сейчас до сих пор даже видно что она вяленькая думаю в чем дело что то что такое вроде сильно ее дождь не заливал а я я прошу прощение катастрофа шрайбекус оказалось что видимо корни охладились до такой степени что уже влагу не питали и почва была мокрая и наверное вот такому во влажном состоянии в мокром даже состоянии эта розетка находилась продолжительное время и корни уже не работали и поэтому листья стали вялые я ее срочно пересадила чуть-чуть прям совсем буквально чуть-чуть полила почву ну и вот поставила буду за ней дальше наблюдать что там дальше с ней будет конечно я бы не хотела и потерять ну конечно потерять любое растение всегда обидно всегда досадно потому что как бы по одному экземпляру в коллекции ну листик можно оторвать потом дождаться от него детки но это очень долгий процесс и лучше конечно же пытаться сохранить здоровая розетку но в таких условиях в холодных не всегда это получается нет ну конечно мне можно оградить оградить мои суккуленты от того что из меня операторов ужасный можно мне оградить суккуленты и каждый раз заносите в комнату каждый раз их выставлять но опять знаете одно оберегаешь а второе получается ломаешь то есть ломаются листья ломается налет повреждается где-то горшок свалился где-то упал где-то что-то сломалось в общем я решила что будь что будет пусть они находятся здесь но я надеюсь мы миновали вот этот холодный период уже смотрела погода у нас уже идет на повышение температура уже ночью будут не такие холодные и это прям вот как камень с души честное слово вот кто в такой же ситуации как я болеет за свои суккуленты которые находятся под открытым небом тут наверное меня поймет смотрите вон та крайне гриновия похоже на качан капусты дочку моя называет ее качан капусты но действительно ведь качан капусты правда вот все вот так гриновия уже практически приготовилась к спячке вот соседние с ней еще но так в полдреме и вот третье у меня есть гриновия вот она тоже она свернулась но не до конца то есть процесс у них запущен этот давно приготовились они к стагнации но и пока еще вот я думаю начнется солнце начнется жара и они совсем впадут спячку и тогда их нужно будет поливать очень очень редко буквально там по капле чтобы но и желательно убрать их будет солнце так что я их занесу потом в комнату чуть позже и они будут у меня до осени дремать на полках вот там на галер очки практически видно по пол розетки вот этот нижний ярус но вернее не нижняя дальний ярус практически не видно когда снимаешь видео и вообще когда просто смотришь в окно надо только вот как гусыня шею загнуть вытянуться чтобы посмотреть как они там себя чувствуют следующей корее будет много рейндропсов так что кому нужны будут вам бородавочки капиталом русби тоже свернулся весь съежился замерз в общем так друзья каждое растение на определенные погодные условия реагирует по-своему кому-то холод на пользу кому-то холод во вред но я вам скажу все равно они стойко держатся то есть знаете переживать не нужно если растение у вас не полито и находится на холоде и даже если на него попадает дождь это не страшно но когда растение полито и когда постоянный холода холода и влага из почвы она не используется корнями вот тогда это страшно и опасно и зависит конечно это уже вот эти все факторы еще влияние этих факторов зависит на каждый вид по-своему то есть у кого-то иммунитет сильнее тот справляется с вот этими погодными условиями с отрицательными а у кого-то иммунитет послабее и начинает заболевать ну вот пока никаких не вирусов ни каких-то грибков я не заметила на своих растениях но гниль вот поразила мою любимицу я ей вчера голову отрезала надеюсь что листьев с нее надрала как бы листья я думаю там хотя бы с 20 штук с этого вида деток дадут но это опять длительный процесс она уже была такая у меня красотулечка ой прям вот прям до слез жалко ну все друзья чуть-чуть поболтала я с вами а уже получилось 25 минут ну все всем спасибо за просмотр пока пока берегите свои растения но и закаляйте их как бы труситься над ними тоже не нужно ну все всем пока пока